За всю историю человечества, которая началась 162 тысячи лет назад, Петру Грюнвальду удалось насчитать 108 миллиардов рожденных людей за этот период. Конечно, эта цифра не может быть точной, так как нет данных о рожденных людях доисторической эпохи, и поэтому расчеты могут быть в десятки миллиардов. Но, тем не менее, это адекватное предположение, нежели теория некоторых ученых о том, что сейчас на Земле проживает столько же человек, сколько умерло за всю историю. Конечно же, это бред, если знать о первых засвидетельствованных артефактах, принадлежащих человеку, датируемых 162 тысячи лет назад, где-то ранее, а где-то даже и более. Но если брать в расчет библейские сказки, то, судя по ним, человечеству около 5000 лет, и приверженцев такого учения до сих пор очень много, но с развитием интернета становится все больше людей, имеющих доступ к альтернативным знаниям, что, конечно, не может не радовать. Так вот, если верить в гуглу, то на сегодняшний день число ныне живущих составляет более 7,5 миллиарда человек, и число таковых постоянно растет. Несмотря на нескончаемые войны, неизлечимые болезни, употребление наркотиков, табака и алкоголя, банальных ДТП, суицидов, абортов и прочих факторов. В таком тренде приросту населения больше всего виноваты страны-миллиардники – Индия и Китай, в которых в 2013 году разрешили рождать второго ребенка. В Индии рождают по 5-10 человек детей, если я прав, это делается для того, чтобы в дальнейшем обеспечить себе достойную старость. А Китай, в свою очередь, выходит за счет здорового образа жизни. Например, за наркотики там предусмотрена смертная казнь. Ну и вообще, во всем мире здоровый образ жизни и критическое мышление стали привлекать все больше и больше людей, и основная заслуга этого принадлежит Интернету. Что касается прогноза на будущее, то ООН приводит следующие данные. Как видим, к 2050 году население составит 9,5 миллиардов, а к 2100 году – 11 миллиардов, что по мне так очень маловато, тем более во втором случае. Тут же мы видим, как гибнет Россия. Путина уже не будет к тому времени, но мы видим, что его ведение политики будет преследовать население еще долго. Скорее всего, это связано с алкоголизацией населения. И вот еще такой момент, о котором хотел бы я рассказать, который тесно связан с тем вопросом, о котором я говорю. Некоторые энтузиасты считают, что на Земле проживает не более миллиарда человек или даже не более 500 миллионов. Ссылку на подобную статью я оставлю в описании, и там вы сможете сами ознакомиться со всей этой нелепостью, которая там описана. И вот один из доводов, приведенных в этой статье. Когда вы верите в 7 миллиардов человек, которых нет, то вам можно с легкостью объяснить и то, чего на самом деле нет. Например, заставить вас работать больше, дабы обеспечить существование огромного количества несуществующих собратьев. Ведь все вы платите налоги и пенсионные взносы. Ну и дальше рассказывается, какой большой брат плохой. Как он мир возвращает, как оперирует несуществующими данными, вешая лапшу людям на уши. Да, я и сам верю в разные козни, которые намеренно творят правители стран в отношении людей, по приказу своих господов. Впрочем, об этом в одном из следующих вопросов. Но нелогично получается, если верить в цифру населения, не превышающую миллиард. Я хотел сюда поставить какой-то список, но когда начал искать информацию по данному вопросу, то я оказался настолько много, что это просто не представлялось возможным ее где-то найти. Как пример я хочу привести такую сферу, как, ну, например, футбол. Но вот представьте себе Россию со всеми ее городами. В каждом городе есть свой футбольный клуб, и не один. Помимо этого, существуют всякие дивизионы. Первый, второй, третий, там, десятый, неважно. За каждым клубом закреплен свой тренер, свои врачи, свои какие-то менеджеры и помощники и так далее. Кроме этого, я не беру в расчет детские клубы, которые вообще существуют по одноводке. Таким образом, если представить масштаб футбольной сферы хотя бы в одном городе, то уже набирается очень много человек. А если взять область, а если взять регион, а если взять всю Россию? Ну и что тогда говорить обо всем мире? Куда бы мы ни поехали, все знают эту игру, и куча людей в ней играет. И если говорить, что на Земле существует не больше миллиарда человек, то получается, что очень большой процент интересуется этой игрой и непосредственно в ней участвует. Но если говорить о 7,5 миллиарда, то тогда уже становится все более-менее на свои места. Другой вопрос, кто пишет эти статейки, кто занимается этим? Если по мне, так вот такой вопрос заслуживает особенного внимания. Подписывайся на канал, тут самые интересные вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...